Баскетбол, волейбол, здесь будет беговая дорожка, а зимой пусть это будет хоккейная коробка. Такого разнообразия видов спорта здесь не было никогда. 122-й лице этим летом получит современную спортивную площадку многофункционального использования. Игровая зона в центре, по периметру беговые дорожки. Мечта любого местного школьника. На этом месте несколько десятилетий была спортивная площадка, но выглядела она куда проще. Огражденный за асфальтированный участок, на котором вряд ли можно было проводить уроки физкультуры и тем более отвечать требованиям современной школы. В существующих школах сегодня есть уже спортивные площадки, поэтому они просто требуют какой-то модернизации. Где-то беговую дорожку, где-то поле футбольное, где-то еще что-то. У каждой школы по новым правилам теперь должно быть спортивное ядро. В него входит футбольная, хоккейная, иногда теннисная площадка, бассейн. С учетом плотной городской застройки оборудовать этот лицей и подобные ему школы хотя бы наполовину – задача непростая. Об этом говорили на воезном совещании и представители общественности. В новых микрорайонах проектируется школа, сразу учитывается и закладывается это. То в старых районах города, как правило, этого нет. Поэтому, конечно, у нас такие районы, как центральные, не должны быть обделены подобного рода площадками. Появление таких площадок не просто решит вопрос справедливости. В будущем именно с их помощью лицей и другие школы города, работающие в таких же условиях, будут справляться с нагрузками работы в одну смену. Чтобы качественно проводить уроки физкультуры при трехчасовой нагрузке в неделю, мало, недостаточно наших спортивных оборудованных залов. Поэтому должна быть оборудована спортивная площадка своя. А современная спортивная площадка в лице 122 появится уже к концу июля. Ее стоимость составит 2,5 миллиона рублей из городского бюджета. В каких еще школах Барнаула пройдет обновление спортивной базы, власти не уточнили. Впрочем, не назвали они и общий размер расходов. Анастасия Дороган, Николай Шелко, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова